итак доброе утро всем доброе утро доброе добрейшее веселейшее утро из иерусалима и мы продолжаем изучать тору а конкретно притчи царя соломона притчи царя соломона и сегодня у нас будет урок по 31 главе 31 глава про доблестную жену очень важная тема важнейшая можно сказать тема кто такая доблестная жена интересно что хайл это переводят как доблестная но вообще это как солдат до жена солдат про жену солдатах кто найдет себе жену солдата и больше чем жемчуга и цена так начиная царь соломон значит и мы продолжаем продолжаем все в инстаграме отключаю комментарии потому что очень много людей много пишут мешают тем кто хотят внимательно послушать мешают смотреть и в инстаграме заходят инстаграм же всем показывает а вроде туры не для всех вроде туры вообще евреи обязаны изучать тору потому что они поклялись богу когда получали тору на все поколения изучать тору и следовать торе да они сказали еще до получения тора они сказали на сэвенишма сделаем вообще потом разберемся то есть они сказали все давайте пожалуйста давайте на вторых мы рабами были в египте теперь мы рабы у бога значит с и время все понятно весь остальной мир вторе сказано что когда евреи будут соблюдать все заповеди бога тогда через евреев узнают люди что есть бог действительно так и получилось что большая часть мира узнала о боге через синайское откровение через потом в храме когда был разрушен второй храм христианство уже после этого пошло по всему миру по где-то еще через 600 лет пророк мухаммед он остальной части мира рассказал про бога да то есть в принципе весь мир знает на сегодня же весь мир знает о боге можно так сказать но мы сейчас изучаем глубже то есть знать о том что есть бог создатель мира это начало пути просто знать что есть творец это как бы очевидная такая вещь да потому что ну как если есть творение очень такое красивое грамотное такой весь мир очень структурированные законы действуют да вся система работает прямо как часы до человек так мудро устроен но понятное дело что есть творец и на как бы очевидно для любого вменяемого человека что у творения есть создатель вторая часть менее очевидно вторая часть менее очевидно что создатель и творец мироздания он управляет в ежесекундном режиме всей системы то есть бывают такие творения которые созданы и дальше они двигаются уже по инерции есть такая идея грете так думали многие и так далее но вторая идея что творец создатель мироздания всесильный он создал всю систему и он этой системой ежесекундно дает ей жизнь и энергию и он не управляет это уже вторая идея такая для очень умных людей вот мы как раз ее изучаем третья идея она еще более глубокая она третья идея вообще фантастически глубокая что человек вот это вот 70 80 килограммов мяса до такое мясо кости и так далее он связан с богом с творцом мироздания и у него есть прямая связь с творцом и с помощью молитвы изучение торы выполнения заповедей и стремление подняться на более высоте духовный уровень можно эту связь божественную проявлять усиливать и влиять на свою жизнь и на даже на жизнь мира с помощью молитвы и с помощью веры и выполнения заповедей это вообще мысль уже не очевидная индивидуальное проведение и связь с богом с творцом мира то есть если взять так что есть творец у мира что духовное оно первично материальное это проекция в эту идею верить я думаю 90 процентов населения земли в идею что бог творец создатель мироздания он напрямую участвует в его управлении верит уже где-то процентов может быть 50 из людей в мире и в то что есть внутренняя связь с богом и то что эту связь можно усиливать проявлять и использовать верить я думаю процентов 10 населения а умеет это делать вообще единицы и вот мы как раз этот урок для тех кто хочет научиться усилить свою связь с богом действовать по заповедям бога действовать так как бог сказал делать и усилить свою связь с богом потому что тот кто делает волю бога как он делал бы свою волю так бог потом выполняет его волю то есть получается что тот кто выполняет заповеди бога у него есть депозит на небе у него есть сила и связь с богом и тогда его молитва когда он что-то просит у бога имеет огромную силу хорошо и теперь мы сейчас находимся в 31 главе произведения которое называется притчи притчи царя сломона мишлей написал их великий царь соломон который жил три тысячи лет назад который построил первый иерусалимский храм и вот как раз это 31 глава пришла к нему его мама с начала главы мы знаем те кто присутствовали на предыдущих уроках что мама его батшеева жена царя давида она его увещевала она его увещевала потому что он после свадьбы с дочкой фараона египетского он проспал всю ночь и утром он проспал он не встал он не открыл храм и из-за этого не было утреннее жертвоприношение проведено и мама его увещевала причем что интересно что только мама и могла его увещевать в его статусе царя потому что когда он был уже царем то все уже никто не может ему сказать что-то потому что царь это от бога он был мудрейший из людей и только мама она его могла увещевать теперь она его ему говорила что он не должен пить может про антиалкогольные пропаганды мы очень хорошо послушали мама была права она объяснила почему нельзя пить к чему это приводит если кому можно пить она даже сказала но царь салмон к этим людям не относился и теперь она ему объясняет про доблестную жену про доблестную жену что какой должна быть жена царь салмон он шел от количества у него было 700 джон он решил так что если я женюсь на 700 джонах то как-то получится что будет у меня хоть несколько хороших плюс он считал что он сможет на них повлиять и приблизить их богу а через них через них он сможет приблизить богу весь мир потому что это были принцессы дочти царей но в итоге тора свидетельствует что они повлияли на него и он извратил свой путь потому что вот так вот получилось да теперь а теперь дальше значит и мама ему объясняет какой должна быть доблестная жена эшет хальми им савара хокми пнини михра она ему сейчас объяснить с 10 отрывка по 31 качество критерии которые называются доблестная жена но мудрецы которые комментаторы да они говорят это же притчи это же метафора это же царь салмон он был пророк и он с помощью понятных примеров объясняет нам глубокие глубокие вещи так вот эти комментаторы которые глубже смотрят на вещи да то есть есть пример а если то на что он намекает они говорят здесь не про жену идет речь конечно здесь и проженую идет речь то есть первый уровень понимания вот этой вот песни до песни значит кто найдет доблестную жену первый уровень понимания что действительно у человека у мужчины главное влияющие на его жизнь составляющая после того, как он женился это жена она находится рядом с ним отношения с ней формируют его эмоциональное состояние мышление, она на него влияет и днем и ночью она может его рассорить со всеми друзьями, кстати почти вся книга Мишли, то что мы уже проучили 31 главу говорилось о тех женщинах которые плохо влияют на мужчин то есть о скандалистках о тех, которые изменяют о тех, которые совращают ну там все время царь Самон говорил о тех женщинах, которые могут вредно, негативно повлиять на мужчину, это все была 31 глава теперь он говорит о той женщине, которая является идеальной женой и здесь сейчас он объяснит нам, что значит идеальная жена кстати интересно, что вся песня Эшет Хайль кто найдет доблестную жену, идет по алфавиту то есть идет, есть 22 буквы еврейского алфавита и каждая строчка вот этой вот главы это следующая буква в алфавите Алиф, это Эшет Хайль первая буква Мимса кто найдет В второй отрывок Батах Балиев Бала то есть в ней уверен сердце мужа вот сейчас мы к нему подойдем это с буквы Бет начинается следующий отрывок она ему воздает добром и незлом все дни ее жизни это начинается с буквы Димил и так идет по Алиф, Бет, Димил, Далет, Эй вся песня идет спецификация идет по алфавиту что еще раз доказывает доказывает как бы высоту вообще того, что происходит потому что это все идет как структура мироздания более глубокие комментаторы которые смотрят на вещи еще глубже они говорят что речь идет не о жене здесь и о жене которая внешне влияет на мужчину и о Торе то есть жена это метафора сравнения с Торой что такое Тора Тора это знание которое это как бы философия и мировоззрение человека если человек получает мировоззрение от Бога например он сейчас прочтет спецификацию какой должна быть жена это значит что у него его вот это мировоззрение оно работает оно как мир структурирован и он устроен очень умно так же когда человек получает знание о том как жить в этом мире он и живет умно а если человек получает Тора это само слово переводится знание знание учение знание если человек обычный вот откуда обычный человек получает знание о том как жить в мире он получает его из разных источников Из колобка, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Из фильмов, из сериалов, из тиктоков, сейчас большой источник информации для следующего молодого поколения, это тикток. То есть, когда у человека в голове тикток, так понятное дело, что это как жена сумасшедшая. То есть, если у человека есть жена сумасшедшая, понятно, что жизнь его превратится в ад. Если у человека его жизненная философия и мировоззрение формируются тиктоком, в котором 15-секундными роликами разные вообще непонятные люди ему в голову вставляют разные, или там СМИ, средства массовой информации, это тот же самый тикток, только в другом формате. То есть, во втором объяснении, что доблестная жена это та информация, то знание, по которому человек строит свою жизнь. Если ты найдешь, тебе повезет, что у тебя будет твое мировоззрение, это то, что пришло от Бога через царя Соломона, через мудрейших людей, проверено тысячелетиями, операционная система проверена тысячелетиями. Когда ты себе в голову впускаешь только проверенные святые знания, это как доблестная жена. То есть, у одного человека есть доблестная жена, у него в жизни порядок. И у другого есть сумасшедшая жена, у него в жизни беспорядок. У одного человека есть Тора, знание проверенное, чистое такое от пророков, и у него интересно, что у него в жизни, естественно, порядок. То есть, он знает, как действовать в этом мире. У другого человека СМИ, СМИ, отовсюду обо всем, там Яралаш, тикток и так далее. Понятное дело, что у него жизнь сумасшедшая, он не знает, что делать, у него полный в голове балаган. Дальше. Третьи мудрецы объясняют, что Эшетхайль доблестная жена. Здесь есть намек еще на одну очень важную вещь. Ведь человек, человек, у него же его жизнью управляет твой интеллект. То есть, есть информация, которая тебе входит, то есть, твоя система координат. Но в любом случае, интеллектом ты должен делать причинно-следственные связи, выводы. Ты можешь какой-то информацией реактивно на нее действовать. Ты можешь какую-то информацию обдумывать. То есть, интеллект это некий механизм, машина обработки информации. Получается, что третьи мудрецы, когда они говорят о этой песне, они говорят, царь Соломон имел в виду также интеллект человека. Он ему как жена. То есть, у человека его интеллект, как он работает, он рациональный, он взвешенный, он от Оксана Павлика. Женщины по природе эмоциональны. Это сумасшедшие? Нет, Оксана Павлика. Ваш вывод неверный. Эмоциональный не значит сумасшедший. То есть, откуда вы взяли вот эту вот разницу? Эмоциональное равно сумасшедшее, это я не знаю. Понятно, да? То есть, есть у нас три объяснения, что имел в виду царь Соломон, когда нам рассказывал вот этот 22 отрывка, спецификация, какой должна быть идеальная жена. Речь идет о жене. Речь идет о торе, которая дает систему координат человеку в жизни. И речь идет о интеллекте, который эту систему координат обрабатывает. Вот три, на что намекает царь Соломон. Хорошо. Значит, первый отрывок, десятый отрывок. Кто найдет доблестную жену выше жемчугов, цена ее? Значит, здесь мы уже разбирали на прошлом уроке. Имеется в виду, что вот эта вот доблестная жена, с одной стороны, тебе должно повести. Это как находка. С другой стороны, это твой труд. Как жемчуга добывают большим трудом и самоотверженностью, так же и доблестную жену добывают большим трудом и самоотверженностью. Давайте сравним, как это подходит к жене. Ну, к жене это очевидно подходит, потому что, чтобы хорошо жениться, должно повести. И второе, когда ты уже женишься, ты должен все равно приложить труд, искать, работать, налаживать отношения и так далее. То есть, доблестная жена – это сочетание двух параметров. С одной стороны, везение, с другой стороны, тяжелого труда. Возьмем Тора. Что такое Тора? То же самое. С одной стороны, тебе должно повести. Я считаю, что у меня самое большое везение в моей жизни – это то, что я после долгих поисков системы координат, зачем я здесь, кто такой человек, зачем я в этом мире, как мир работает, кто его создал, какие правила, каким верить правилам, каким не верить, по каким законам жить, по каким не жить и так далее. Я считаю, что мне очень повезло, что я нашел Тору. То есть, божественный закон о том, как жить в этом мире. Но, что значит больше, чем жемчуга, ее цена? Когда я это нашел, мне было тогда 26 лет, я работал, я сел в Ешиву, и я с 7 утра до 10 вечера, каждый день, несколько лет, изучал Тору. Выучил иврит, арамейский язык, выучил очень много историй наизусть и так далее. То есть, это был труд, и я считаю, что, слава богу, вот это мировоззрение Торы, оно у меня есть. Понятно с этим, да? Следующий отрывок. Следующий отрывок, 12, 11 отрывок. Батах ба лев баалла вешалаль лоихсар. Значит, уверенно в ней сердце мужа, и шалаль – это как добыча. Добычи не… не будет у него недостатка в добыче. То есть, у него будет все, что ему нужно для жизни. Если речь идет о жене хорошей, то, понятное дело, то есть, муж, он приносит, например, деньги какие-то, а жена эти деньги распределяет. И он уверен, что жена эти деньги не выбрасывает, не выкидывает, что она очень мудро управляет домом и так далее. То есть, это, если смотреть на жену, уверенно в ней сердце мужа. Сердце – это все мышление. То есть, самое главное в отношениях между мужем и женой – это доверие. Внутреннее доверие, когда ты доверяешь этому человеку, когда ты знаешь, что он тебя не подставит, что он тебя не обманет, что он с тобой. Значит, уверенно в ней сердце мужа – ее, и он не останется без прибытка, без прибыли. То есть, здесь очень сильно Тора связывает отношения мужа с женой с его финансовым положением. Говорили мудрецы в Талмуде, был такой Рова, он говорил своим ученикам, «Почитайте ваших жен, почитайте ваших жен, и вы будете богатыми». Значит, это очень в еврейской среде принято, в такой религиозной, что мужчины стараются очень сильно за женами ухаживать, там они их уважают. Даже есть такой закон Аллаха, что вы должны почитать своих жен, муж должен почитать свою жену больше, чем себя. Он должен ее любить как Гуфо, он должен ее любить как себя, а уважать и почитать больше, чем себя. Да, прям закон такой, это Аллаха. Теперь, почему это, как это связано, что если уверенно в ней сердце мужа ее, он не останется без прибытка, без денег. Значит, здесь я слышал очень красивое объяснение, что когда Бог создал первого человека, потом он его разделил, и появилась Адам Решон, первый человек, его жена Хава, дальше был плод, дерево познания добра и зла, и Хава, она от этого дерева съела, накормила мужа, и они опустились на ступень, отдалились от Всевышнего. Бог, я сейчас не буду вдаваться в эту историю, это прям начало Торы, но Бог сказал, он говорит, женщине, за то, что ты это сделала, у тебя будет, и дал ей проклятие, будешь в муках рожать, будешь там носить детей 9 месяцев, будет тебе очень тяжело, вот все, что связано с рождением детей, это действительно большая, очень тяжелая, такая серьезная работа, и это как проклятие на женщину, и дальше он продолжил Бог, он сказал, что муж будет над тобой властвовать, он сказал, прям конкретно в Торе написано, муж будет над тобой властвовать, значит, а ты будешь его сильно хотеть и желать, то есть, несмотря на то, что в муках ты рожаешь, он над тобой властвует и так далее, но женщина, Бог в ней включил, и это как на уровне проклятия, можно так сказать, что он очень большую тягу к мужчине, то есть, ее к мужчине тянет больше, чем мужчину к ней, и он будет над тобой властвовать. Мужчине, он сказал за то, что мужчина съела дерево познания добра и зла, Бог ему сказал, а ты, он ему говорит, теперь ты станешь смертным, до этого он должен был быть бессмертным, и что он ему еще сказал, он ему сказал, что он ему сказал, в поте лица будешь ты есть свой хлеб, то есть, ты будешь работать и стараться заработать, и для тебя это будет всегда как война, то есть, тебе будет очень тяжело зарабатывать деньги. Это он дал проклятие мужчине. Теперь, почему, сказали наши мудрецы, как связано почитать жен с тем, что тебе будет легко зарабатывать. Значит, из всех проклятий, которые получила женщина, одно, всего лишь одно проклятие, оно в руках мужчины. Он будет над тобой властвовать. Все остальное это природа. А вот он будет над тобой властвовать, тут мужчина может властвовать, может не властвовать. И если муж перестает властвовать над женой, и он начинает ее почитать, уважать и так далее, то тогда он снял с нее одно проклятие, и Всевышний снял с него это проклятие, в поте лица будешь зарабатывать свой хлеб. То есть, получается, как мера за меру. Как мера за меру. Теперь интересно, но когда, сейчас тоже такая, я слышал еще одно объяснение, вот связанное с этим, что сейчас, сейчас, вот в религиозном, в израильском мире, мужья учат Тору, а жены работают. Так принято во многих таких вот семьях, что муж, он как ученый такой, да, он святой человек, он сидит целый день изучая Тору, это огромная работа, тяжелейшая работа, а жена работает. И получается, что теперь жена с него сняла, сняла с него его проклятие. Получается, что жены, которые обеспечивают своих мужей, они сняли с него проклятие, в поте лица будешь есть свой хлеб. То есть, и он сидит учиться. То есть, понятное дело, что он там асфальт не укладывает. Это тяжелая интеллектуальная работа, но деньги в дом приносит жена. Так что, что произошло? За то, что жена сняла с него, с мужа проклятие, все идет мера за меру, то в этот самый момент, когда жены начали работать, изобрели такое лекарство, которое обезболивает роды. И как раз это совпалось, когда пошла вот эта тенденция, что женщины стали работать, а мужья учат Тору. В этот же самый момент роды стали безболезненными. Представляете? То есть, то, что в муках будешь рожать, с них сняли за то, что они начали работать. Это очень такая интересная взаимосвязь. Теперь, 11-й отрывок говорил нам царь Соломон 3000 лет назад. Он говорил так. Батах ба лев ба ла. То есть, уверенно в ней сердце мужа. Это главное, чтобы была вот эта внутренняя уверенность. Вышала ле их сар. И добычи ему не будет не хватать. То есть, будет у него богатство, будет все хорошо. Теперь, давайте посмотрим, как это работает с Торой. Если это не жена, а Тора, как объясняют другие мудрецы. Значит, если это Тора, это философия и мировоззрение, которое ты получаешь извне, знание о том, как жить, тоже все сходится. Если ты уверен в Торе, как в мировоззрении, и поступаешь так, как Тора тебе сказала, 10 заповедей, там, не воруй, не развратничай, не убивай. Это я просто по минимуму говорю. Дальше. Если ты дальше соблюдаешь заповеди, понятное дело, что мировоззрение Торы дает человеку, без прибытка он не останется. Он проживет спокойную, хорошую, благополучную жизнь, хотя бы потому, что у него не будет никаких... Вы знаете, интересно, что религиозные люди, они же живут без телевизора. Они живут без телевизора. И что это значит? Получается, что у них нет вот того, что разрушает головы большинству людей. У них нет постоянной погони за иллюзиями. То есть, как работает СМИ. Человеку постоянно показывают картинки рекламы, и ему говорят, ты не полноценный. Смотри, ты вот видишь вот эти картинки, вот эти люди, у которых это все есть, они полноценные, а ты не полноценный. И весь мир, общество потребления бесконечно, бесконечно гоняется, 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 гоняется за какими-то вот этими иллюзиями, которые им показывает реклама. А религиозное общество, они зарабатывают меньше, но им хватает. Почему? Они не гонятся ни за чем. Они спокойно, радостно живут. Кто богатый, говорит Тора? Кто богатый? Миашир. Асамех бахилко. Богатый это тот, кто рад своему уделу. И получается, что Батак Бали Бала, уверенно в ней, в Торе, сердце мужа, человека, который ей владеет Торой, в Ишал Аль-Луихсар, у него не останется он без прибытка, у него всегда будет доход, даст бог день, даст бог пищу, и человек, который живет в мировоззрении Торы, он не беспокоится о завтрашнем дне, он знает, что бог ему все даст. Если говорить про интеллект, третье объяснение, что это говорится не про жену и не про мировоззрение, не про внешнюю систему, а про внутреннюю, внутреннюю систему работы интеллекта, тут то же самое. Если человек интеллектуально развитый, если он умеет принимать решения, то если его интеллект работает четко и правильно, он может отделить, например, факты от интерпретации. Большинство людей, 99% людей не могут отделить мнение от фактов. То есть они просто смотрят и получают поток информации, и их интеллект, он просто не различает, что 99,9% информации, которая крутится в голове, это просто не более чем Эвель Эвелин, как сказал царь Соломон, это все пар паров. То есть фактов там нету. Вообще ни одна статья, ни одно мнение, ни один комментатор, ни один эксперт не дают фактов. Все дают свои мнения, и дальше это мнение смешивается с мнением в голове, и вообще потом появляется некая каша. Так человек, у которого интеллект работает, то есть если доблестная жена, это интеллект, то он просто говорит, секундочку, весь этот дым, что является фактом, фактов-то нету. Хорошо, дорогие друзья, мы видим, что как это интересно работает и на жену, и на тору, и на работу интеллекта. Мы дошли до 11-го отрывка, и с Божьей помощью встречаемся завтра в 10.00, и продолжаем дальше изучать. Дальше у нас интересны прям каждый отрывок, он дает нам очень много понимания, какой должна быть жена, какой должна быть философия и мировоззрение, и как должен работать интеллект. Все, всем до завтра, пока счастливо, с 10 до 10.20. Кому интересны предыдущие уроки, мы уже находимся в конце, в конце книги Мишли, то портал ВАИКРА, там есть все предыдущие уроки. Все, всем хорошего дня, шаву атов, хорошая неделя, всем пока.